я приветствую всех зрителей гостей и конечно же подписчиков своего канала я очень рада что у вас у меня становится все больше и больше и хотелось бы конечно чтобы все те кто еще не подписался скорее подписывались с тем чтобы в курсе моих обзоров моих новых выпусков и огромная просьба ко всем посмотрите пожалуйста еще один ролик на моем канале с тем чтобы оказать какую-то поддержку в развитии этого канала всем заранее спасибо ну а мы переходим колесниковым ну куда без них света сидит на кухне и пытается из яблок вырезать все гнилые участки с тем чтобы оставшиеся более-менее нормальные кусочки нарезать на салат салона говорит будет делать внимание с редис дайкон это понимаю редис не склоняется ни в коем случае это новая норма русского языка но свете виднее среди с дайкон среди с дайкон вот так цвета говорит первое видео это дайкон и нашла в интернете что из него можно приготовить и так понимаю что дайкон тоже из тех же мест откуда у них и тю в теле ну и прочее 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 я не могу судить я точно не знаю я там не было я не видела но мне кажется что это или из у цененки какой-то сумасшедшей и или просрочка просто которая действительно не бесплатно раздаются людям вот света говорит что салат который получится у нее среди с дайкон можно заправить сметана йогуртом сметана йогурт еще один новый продукт от светланы сметана йогурт хорошо что не китченезом еще есть такое как китченез и надо свете подсказать когда кетчуп и майонез перемешивают получается такая вот смесь такой соус называется китченез но это устно народное творчество сметана йогурт и китченез ну ладно это была шутка конечно колесниковый конечно же будут заправлять майонезом куда без него терку светлана говорится таким огромным и тут света показывает пальцами каким огромным какой именно такой огромный и тут я затаил дыхание думаю что хочет света сказать слава богу разрез чтобы можно было натереть яблоко и прочие ингредиенты на салат света не имеет поэтому будет натирать овощечисткой анжелика уже готова мыть посудомойку стоит тазиком мочалкой и в перчатках уже на готове наконец-то лёша установил эту посудомойку как вначале показалось но видимо я ошибалась потому что он только приноравливал спрашивает света ты справишься вообще сама с посудомойкой она света говорит ну ты еще немножко расскажешь и тут же благоразумно добавляет и не только мне конечно дети давным давно все это делают за тебя моют посуду и я уверена их посудомойку они будут это все закладывать загружать посудомойку отгружать будут тоже дети поэтому лёша все надо рассказывать детям они свете далее светлана показа какой у нее салатик получился горит кукуруза яблоко дайкон и морковка ну и конечно же майонезом все это заправила куда-то из него никита и настя в зале делают уроки лежа на столе до нас ты лежит на столе лежа на столе она делает уроки света стоит рядом хоть без замечания какое сделала но света делает замечание но несколько и но она говорит никита и настя почему вы тут зале почему не у себя в комнате у вас же есть светильники которые надо заряжать почему вы мол их не зарядите не пойдете к себе в комнату а это понимаю что то скорее всего не светильники это не бра это не лампы это такие фонарики налогные по типу шахтерских которые надо зарядить то есть освещение в комнате я могу сделать такой вывод вообще никакое и для того чтобы там более-менее было что-то видно что можно было что-то разглядеть надо зарядить шахтерский фонарик надеть его себе на лоб и только таким образом делать уроки конечно же никита и настя берегут свое зрение и идут в зал где более-менее общий свет есть и более-менее светло так что я могу этих детей понять а света не может понять горит у вас же есть фонарик и чего же вы тут сидите ручку стала держать настя более-менее правильно в одном из своих прошлых логов я говорила что ужасный хват кисточки у нее соответственно говорила ей ручку держит неправильно и сейчас неужели мои обзоры действуют неужели меня все-таки смотрят колесниковы но теперь я скажу света слушай меня внимательно осанка у насти неправильная и локоть висит нельзя так чтобы ребенок сидел надо чтобы спинка была ровненькая и локоть был на поверхности стола а не где-нибудь висел там иначе толку не будет и обязательно это надо делать и всем деткам не только настя но и никите и прочим школьникам обязательно даже дарина да не даже в принципе надо с детства к этому приучать дарина тоже когда сидит рисуют или раскрашивать тоже надо чтобы несколько было ровненькая обязательно и чтобы локоть тоже был на столе а не висел раз уж мы заговорили за дарину скажу что эта девочка на полу лежит холодным и надо помнить о том что у нее энурез света в то же время замечает что одеваться надо говорит светлана потому как снегопады холод обещают а у них в доме очень и очень и так понимаю полы холодные а света на это никоим образом не обращать внимание и дарину с полой тоже не собирается поднимать и вроде как установили посудомойку вроде бы настя сегодня посуду моет это очень странно все-таки я уверена в том что уже уверен что алексей не установила просто так при мастил ее посмотрел куда лучше как лучше вот ну а что дальше у нас алексей алексей у нас заросший он похож на заросшего и но то глаза черные еще и заросший когда он не заросший еще куда никуда знаете как еще более-менее осмотрелась хотя эти глаза черные а сейчас заросший алексей похоже на заросшего и но то рядом с пачкой майонеза которая на переднем плане экран был поделен на две части с левой стороны была пачка майонеза и чуть больше половины экрана занимал алексей это одна четвертая три четверти экран так были поделены на четвертую терялась майонезу пачки майонеза очень важный продукт в семье колесниковых и три четверти конечно слава богу на алексея тоже осталось место экрана говорит алексей о том что был звонок с администрации и рассказывает о том что все смещено и вы знаете все участки смещены не только алексея но об этом говорили нами раньше но что я поняла из разговора что не было печали у соседей колесников до тех пор пока не появился там колесников со своей семьей пока он не стал показывать что он там пилил резал и прочее прочее никому дела не было из администрации до этого дачного поселка и вы знаете есть такая украинская поговорка немало баба хлопот это и купила порося я считаю очень подходящее к случаю с колесниковым то есть немало женщина проблем пока не купила поросенку с этим поросенком пришли проблемы то же самое здесь немало баба хлопот это и купила порося не имел не имел этот поселок проблем пока не поселился там корейский казалось что у всех соседей на этой улице сдвинуты границы участков и всем надо а, соответственно, передвигать свои участки всем. Но, я так понимаю, администрация пошла на принцип, и судя по разговору с Колесниковым, и Колесников сам это понял, администрация пошла на принцип и уступать ему не собирается, несмотря на то, что кадастровая ошибка у всей улицы. Видимо, все-таки любят Колесниковых изо всех сил, и в администрации, и соседи их тоже любят. И администрация, недолго думая, говорит, подавайте в суд. Колесников говорит, ну как в суд, куда обращаться, к кому обращаться? И дальше интересная фраза, говорит, я ничего не захвачивал. Вот это тоже я очень была рада услышать. Я ничего не захвачивал. Но, он говорит, разговор записал, предусмотрительно Алексей, в землеустройстве, землеустроительстве. Ему сказали, что 130 тысяч рублей надо будет заплатить за 4 сотки. В принципе, вроде как Леша пойдет на это, где-то в глубине души уже, в принципе, на это готов. Но, говорит, сначала надо привести все документы в порядок и уже только потом выкупать. А для того, чтобы привести документы в порядок, надо идти в суд, подавать в суд на администрацию. Потому что администрация, как он не предлагал Алексею какие-то варианты, говорит, может так сделать, администрация говорит, нет. Говорит, может так, администрация говорит, тоже нет. Вот под тем точкам, что мы, мол, вам выставили, под тем точкам не ровняйте свой забор, свой участок. Алексей и один вариант предложит, и другой, и третий. Они говорят, нет, 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 плод от того, что подавайте в суд на нас. А там в суде уже, мол, встретимся и обсудим все. Алексей, конечно же, не имеет понятия, с чего начинать эту процедуру, как быть и так далее. Но у него же был адвокат, юрист у него был. Где этот юрист? Вот просто интересно. И в итоге знаете, что Алексей говорит? Оказывается, он будет обращаться к тому человеку, который приходил, я так понимаю, измерять что-то. Уж не землеустроитель ли это был? Землемер. И, не знаю, замерщик это. Сможет ли замерщик помочь ему? Не сможет. Посмотрим. Следующий блог. Света Настя помогает считать примеры. Вот это тоже выражение Светланы. Считают примеры. Не решают, а считают. Примеры в столбик. Настя в шестом классе, а все еще в столбик считают примеры. Виталина на праздник осени стих выучила. Ну, рассказала стишок. Вроде выучила там четыре строчки. Если я правильно помню. То ли четыре, то ли восемь. Нет, восьми нет. Это четыре-шесть строчек. Дикция плохая, конечно, у всех детей. Кое-как я разобрала, что сказала Виталина, но далеко не все. Анжелика что-то тоже говорит, но что она говорит, понять очень плохо можно. Раскрашивает Виталина домашнее задание в тетрадке. Ну, а левая рука у нее на мяче, который на столе. То есть она в обнимку с мячом. Ну, Света говорит, почему ты мяч так обняла? Девочка говорит, мол, буду с ним потом играть. И стоя раскрашивает. Не сидит, хотя столе есть рядом. Ну, я не понимаю, почему Света на это внимание вообще не обращает. Стоя, стоять, раскрашивать под рукой мяч. Потом она вообще этот мяч взяла под мышку, так обняла этот мяч. Ну, не знаю. Свете все равно. Свете главное контент. Она стоит, снимает, а как и что, это уже второй вопрос. Максим топит печку. Ну, а дальше завывание Светланы и Анжелы на уголке в кухне. Это надо видеть, это невозможно описать. Я не знала, плакать в ней или смеяться при виде той картины, что нам показали. Потом Анжелика, напевшись, отмывает посудомойку. Эту посудомойку она уже моет третий влог, если я правильно поняла. Дети на холодном полу играют и без обуви. И это несмотря на то, что обещают снегопады ведь. Света нам об этом говорила, что снегопады и холод обещают. Но Свету это никоим образом не волнует. Дарина как играла с Никитой на полу так и продолжает ползать по полу без тапочек, в легкой какой-то одежке. Слава богу, хоть колготки на ней не есть. И после этого родители хотят, чтобы у девочки прошел инурез. Как он может пройти, если никаких условий не соблюдают родители? А Виталиния Света делает прическу. Наконец-то красивый белый бант. На праздник осени девочка идет. Если бы так девочка была на 1 сентября, с таким бантом, если бы девочка пошла на 1 сентября, то я думаю, что фотографии были бы намного лучше, чем те, которые есть. Но на Виталинии был этот бантик, когда их фотографировали на минет в первом классе в начале года. И Света говорит, там торчали хвостики от этого бантика. И Света говорит, что Света работала на фотографии, как она выражается. Я так понимаю, где-то в фотоателье. Говорит, можно будет это все убрать, вот эти торчащие хвосты. Но, тем не менее, почему-то она сама их убирает. Я так понимаю, она имела в виду фотошоп и убрать. Но, тем не менее, она берет эти хвосты, куда заправляет под другой хвост, так, чтобы они не торчали в разные стороны. Немножко странно получилось. Немножко неправильно лег бантик. Как-то очень высоко он над головой возвышается. И как гриб на ножке. Мне не понравилось. Ну, Света удовлетворила это дело. Посмотрела она на Настю еще раз. На Виталину еще раз, простите. И отправила ее в таком виде на праздник осени. Ой, ну, говорит Света, что надо купить один большой банк. Потому что этот банк у них всего один. Я так понимаю, на всех девчонок она его примеряет. И надо Виталине, значит, на Виталину. А на Насте, значит, на Насте. Он там, Дарина подрастает, говорит, надо еще один банк. Но я думаю, Дарина-то подрастает. Вряд ли Дарина захочет тот банк, который уже был и у Насти, и у Виталины. Ну, посмотрим. Этот банк как переходящее красное знамя, действительно. Перед много маленьких есть бантиков. Мелких, а вот большой у нас всего один. Ну, вот такие вот дела у Колесниковых. Что будет завтра, расскажу попозже. Ну, а пока все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока-пока. И встретимся в комментариях.